Что ж, пока у меня было много свободного времени, посмотрел я фильм «Движение вверх», о котором в последнее время все только и говорят. Удивило меня и то, что фильм приблизился по своим просмотрам к «Аватару». «Аватар», если кто вдруг этот фильм не видел, в чем я сильно сомневаюсь, это такой своего рода шедевр современного кино. Ну, во-первых, потому что он сделан в 3D и совершенно уникальная история. Речь сейчас не об «Аватаре», а о том, что фильм на спортивную тематику в России бьет все рекорды. Прежде чем я посмотрел этот фильм, я прочитал множество рецензий, и все они положительные, в восторге, восхищение, шедевр. Я подумал, ну неужели в России создали реально хороший фильм? И я взял один вечер своего свободного времени и решил отдать его этому шедевру, все-таки для меня в кавычках. Вы знаете, господа, либо уровень зрителей, смотрящих этот фильм, настолько упал, либо людям реально в России нечего смотреть, но я абсолютно ничего интересного в этом фильме не увидел. Это обычная банальная история, до боли напоминающая легенду номер 17. То, что мы уже видели. Причем параллели просто бросаются в глаза. И там, и там величайшие спортивные легенды Советского Союза. Легенду номер 17 показали накануне Олимпиады в Сочи. Этот фильм показывают сразу после допингового скандала и объявления того, что российские спортсмены не будут на Олимпиаде. Так сказать, попытались вышибить слезу из российского, все еще советского в мозгах зрителя, для того, чтобы они вспомнили, как молоды мы были и как классно мы когда-то играли. Меня поражает еще и то, что российские граждане до сих пор живут прошлым. Они как бы пытаются идти вперед с головой, развернутой назад. Понятное дело, что далеко они так не уйдут, но им это состояние, судя по всему, нравится, потому что фильм бьет, и это действительно так, рекорды просмотров. Как и в «Легенде номер 17», так и в «Движении вверх» сценарий точно копируют друг друга. Все потихоньку развивается. Сначала рассказывают немножко о семьях, о проблемах. Ну и финал, конечно, игра, которая в конечном счете показывает мощь советского спорта. Ну и потом я забыл, конечно, сказать, что продюсером этого фильма является никто иной, как самый большой пропагандон в области российского кинематографа, большой патриот Никита Михалков. Фильм построен по типичным драматическим лекалам. Показывается личная жизнь, судьба основных героев. У каждого, конечно, проблемы. Больной Ромео – это Александр Белов, который по фильму не хочет жениться на своей подруге, тоже баскетболистке. В жизни все было совсем не так, ничего подобного не было. Они преспокойно поженились в 1977 году, прожили один год, и он действительно умер. История о том, что у него больное сердце на самом деле так. Есть целеустремленный советский спортсмен Сергей Белов, который изо всех сил тренируется, несмотря ни на что, и днем, и ночью. Естественно, он приносит 20 очков своей команде в финальной игре. Это такой образ советского человека, очень правильный, всегда говорит очень правильные вещи. Вообще выражается, на мой взгляд, вот такими шаблонами, какими-то короткими лозунгами. Ну и образ литовского баскетболиста Модестаса Паулаускаса – это легенда литовского баскетбола – воплощает также литовский актер Джеймс Тратос. В сюжете фильма он как бы хочет сбежать за границу, но потом коллективный дух, желание победить во что бы то ни стало американцев, останавливает его от этой безумной идеи. В последний момент он выскакивает из машины. На самом деле ничего подобного с этим баскетболистом не происходило. Никогда в жизни идей у него такой не было, он до сих пор живет в Литве. И, конечно, вот этот болт вернули для того, чтобы показать, что настоящий советский спортсмен и вообще российский человек, он ведь не эмигрирует. Нет, он не убегает, он всегда стал непредатель, даже если все думают и ждут. У него есть возможности. Родственники в Германии, друзья, которые готовят ему документы. Но нет, в последний момент он понимает, что его команда, его родина ему важнее всего. Вот это отношение к жизни, такое типичное клише, которое пытаются втюхать малоискушенному зрителю, лично меня это как-то оскорбляет. Понимаете, со мной общаются в этом фильме, как с каким-то ребенком пытаются показать уже надоевшие, уже набившие оскомину шаблоны. Сколько можно тереть и тереть эту тему патриотизма, необыкновенного советского спорта, какой-то небывалой дружбы среди советских граждан, которой на самом деле не было. Ну и естественно тренер это отец всех спортсменов, он одному помогает с линзами, другому добывает нужные уколы, третьему отдает личные деньги на операцию на сердце. То есть он душой болеет за всех, естественно играет его обязательно очаровательный актер Владимир Машков, чтобы вызвать еще больше симпатии. Ну и кульминация этого фильма, то, что окончательно меня убедило, что я зря потерял время, это естественно финальная игра с американцами, где все вот эти дешевые клише проявляются в полной мере. Тут обыкновенные режиссерские трюки, что российские ребята это все высокие, обязательно симпатичные, очень красивые актеры, они должны производить впечатление и вызывать симпатию, конечно же, у зрителя. Ну и в противовес этому американцы все уродливые, здоровые, очень некрасивый и несимпатичный тренер, такой истеричный, агрессивный и злой. Он настраивает свою команду на то, чтобы они не просто играли, а чтобы они уничтожали советских баскетболистов, чтобы они их били по ребрам, по ногам, чтобы они их калечили. Ну понятно, ну это же американский тренер, он же обязательно зверюга. И вообще американцы, они конечно же не люди. Там есть такой момент, как бы в самом конце игры американцы празднуют победу, которую они конечно же не заслужили. Они думали, что они уже выиграют и вот в этот момент показывают американского баскетболиста, который буквально орет, как раненый гиббон. И несколько раз камера наезжает на его лицо и он орет благим матом, как зверюга. Понимаете, вот эти моменты должны в людях подсознательно вызывать, конечно, отвращение к американцам. Вот посмотрите, какие у нас симпатичные спортсмены и какие у американцев такие здоровые детины, там негры. И даже белый единственный спортсмен, который его показывает, он вызывает, конечно, отвращение. Естественно, среди публики сидят только те, кто поддерживает американцев. Естественно, все они волосатые, вонючие и ведут себя очень некрасиво. Ну, как и все зрители, болеющие за американцев, само собой, падение нравов. Это не то, что чистенькие, подстриженные советские зрители. Нет, американцы, они все должны быть либо дикие, либо выглядеть как ковбои. Ну и, конечно, все происходит очень напряженно. Буквально в последние секунды советская команда вырывает победу. Советские спортсмены радуются, конечно, очень красиво, элегантно. Они не орут, как раненые гиббоны. У них все замечательно. И американские зрители, которые в самом начале очень уверены в своей победе, они стоят такие растерянные, просто плачут, как дети, пускают сопли. В общем, одним словом, весь этот фильм заточен именно на эту последнюю сцену. И единственная цель вообще всего этого фильма не столько показать мощь советского спорта, сколько просто унизить американцев. В очередной раз показать, что вот посмотрите, какие они моральные и физические уроды. Но самое главное, что я хотел сказать, и чего, конечно, не указывают такие матерые пропагандоны, как Никита Михалков, это то, что вот эти профессионалы советского спорта лучшие тогда в Советском Союзе, которые буквально вырывают победу 51 на 50 у американцев. А ведь играли они с обыкновенными студентами. Играли они с непрофессиональной американской командой. И вот представьте себе, с таким трудом профессиональные советские баскетболисты вырывают зубами, с кровью, с соплями победу у американских пацанов-студентов. Вот об этом сказать, конечно, забыли, но, естественно, актеров подобрали, которые на роль студентов совсем не тянут. Американцы, как и немцы, как и французы, к олимпийским играм относятся очень спокойно. Как правило, на Олимпийские игры ездят те, у кого есть время или желание. Это не самые главные игры в карьере любого американского спортсмена. Поэтому и так получилось, что какая-то проходная, не самая лучшая команда попала в том в 72-м году в Мюнхен и продула, заметьте, всего лишь одно очко профессиональным советским лучшим баскетболистом и тренируемый сутками и годами до этого. Итак, мой вердикт такой. Фильм должен вызывать чувство патриотизма, вышибать слезу, обязательно при этом там показывается инвалид-ребенок, разбитое сердце девушки. В общем, все то, что играет на эмоциях. Фильм специально выпускают перед провалом в Олимпийских играх. И я думаю, что таких фильмов теперь будет все больше и больше. Легенда номер 17, вот сейчас движение вверх. Найдут еще какую-нибудь историю и все так же будут смаковать бывшие победы. По-моему, в Украине этот фильм не показывают, и я скажу вам, ребята, вы немного потеряли. Если вы хотите смотреть настоящее, качественное кино, лучше потратьте свое время на хорошее американское кино, чем на его дешевую подделку, работающую только на расширение и углубление российской пропаганды.